Всем привет! Сегодня будем собирать потолок в большой комнате. Это по сути дела холл объединенный с кухней и со столовой. Площадь комнаты примерно 30 квадратных метров. Вдоль окон есть ниши для штор и они с подсветкой. Сам потолок разделен на три части коробами. Вот здесь видно, что ниша для подсветки имеет такую же ступенчатую форму, как и потолок. В каждой из трех частей потолка есть ниша высотой 3 см для установки блочных светильников. Это основное освещение, но не единственное. Есть тут и висячие люстры, несколько штук. Вот здесь, например, где отверстие и в зоне кухни. Там, где провода с потолка свисают, три провода, там тоже будут висячие светильники. Из-за того, что у нас не было точных размеров, а были только привязки, сборка получилась несколько хаотичной. И это видео не является полной инструкцией по сборке такого потолка. Скорее, как пример, как было и как стало. С очередностью монтажа элементов, которые составляют этот потолок. Итак, начинаем сборку. Так выглядел потолок с самого начала. Квартира немного необычная. То есть, она имеет собственную серверную, резервные цепи, защиту, управление по интернету, еще какие-то плюшки. В общем, это видно по шлейфам проводов. Наша задача легко и непринужденно все это спрятать в красивый потолок. А сборка получилась непоследовательная, потому что у нас не готовые стены. С одной стороны перегородка с разряжной дверью, с другой стороны вентиляция в кухне, которая переносилась несколько раз. При отсутствии точных размеров и наличии привязок, главное определить очередность монтажа. Исходя из этого, мы уже отбили некоторые линии по стенам и по потолку. В этой квартире была сделана перепланировка. Это видно по следам старых перегородок на потолке и ригелях. Все новые перегородки сделаны в правильной геометрии, то есть под 90 градусов. И потолок у нас тоже такой же. Все параллельно и перпендикулярно. Ригеля и колонна это привет из прошлого. Их надо выравнивать. Колонна будет равняться смесью, а ригеля мы будем обшивать гипсокартоном. А теперь немного о привязках. Например, линии на потолке, там где будут вертикальные шторки коробов. Они нарисованы не по размеру откуда-то от стен, а по продолжению дверного проема. Это с одной стороны. А с другой стороны у нас обшивка ригеля. И здесь привязка уже не к входному проему, а к оконной раме, которая находится на другой стороне комнаты. То есть вертикальной обшивкой ригеля мы приходим на оконную раму и накрываем ее на пол сантиметра. Одновременно эта же плоскость уходит и на колонну. В общем будем избавляться от лишних углов. С помощью оси построителя мы сделали кое-какую разметку и будем присверливать направляющие профиля. В общем застрелились везде, где у нас было готовое утвержденное решение заказчика. То есть ниши для штор с подсветкой, обшивка ригеля, периметры для коробок по потолку и кое-где по стенам. В этой части у нас профиль направляющий пойдет части по ригелю, по бетону и часть его будет на закладных, потому что он воздух выходит. По центру есть еще две линии светильников, но пока непонятно их расположение, оставляем пока здесь. За ригелем, вот в этой части потолка, тоже есть линия светильников. С ней уже все решили, где она будет. Сейчас отобьем здесь еще пару линий и насверлим профиля. Здесь размер берется от обшитой гипсокартонной перегородки, поэтому разметку сделать довольно просто. Профиля верхнего периметра на месте. Кстати, нам пришлось передвинуть и клипсы крепления для гофры, потому что она оказалась снаружи линии светильников. Ну а здесь видно, как направляющий профиль идет по кривому ригелю. Для того, чтобы закрепить направляющий профиль строго по горизонтали, но в воздухе, приходится использовать закладные из УД-шек или ЦД-шек. Итак, мы присверлили направляющие профиля на потолок и кое-где на стены, согласно выбранной очередности монтажа. И, в принципе, мы уже обозначили контуры нашей конструкции. Перед сборкой потолка мы доделаем его периметр, то есть то, к чему он примыкает. Соберем каркас и обошьем ригель возле окна. Особенностью этой обшивки является то, что ее каркас не идет до стены справа, а заканчивается там же, где заканчивается ниша для штор. Это сделано потому, что за нишей будут проходить трубы вентиляции. Итак, угловой профиль у нас на месте. Устанавливаем вертикальные перемычки. Вертикальные перемычки можно делать из разного профиля. Конкретно в нашем случае оптимально было использовать направляющие УД-шки. В вертикальной плоскости каркас зафиксирован с помощью подвесов. Нижний профиль установлен по горизонтальному уровню и держится за вертикальные перемычки саморезами по металлу. Саморезы вкручены и снаружи, и со стороны окна. Готовый каркас обшиваем гипсокартоном. И уже по нему делаем разметку и прикручиваем профиля для дальнейшей сборки. Красная линия – это уровень потолка между коробами справа и слева. От этой линии мы поднимаемся максимально вверх, чтобы зашить донышко в нише для штор. По горизонтальной линии разметки закручиваем направляющий профиль для шторной ниши. Со стороны окна у нас все готово. Теперь можно собирать длинные вертикальные бортики для коробов. Для этих двух коробов используются две принципиально разные схемы монтажа. Там, где обшивается ригель, сначала собирается каркас и потом к нему прикручивается гипсокартон. Со стороны кухни сначала прикручивается гипсокартон, а потом в него вшивается каркас. На ригеле нижний угловой профиль направлен в сторону перегородки. Длина его больше 5 метров, поэтому он состоит из двух частей, которые соединены между собой саморезом по металлу через лепесток. С вертикальными перемычками профиль соединен через короткие закладные. Сами вертикальные перемычки тут сделаны из потолочного профиля, из CD-шек, в отличии от короба, который возле окна. Все остальное одинаковое. Внизу каждой перемычки подвес и с его помощью бортик выравнивается по всей длине в одну плоскость по вертикали. На готовый каркас прикручиваем полоски гипсокартона. Это поперечный срез с листа, полоски длиной метр двадцать и стыковки получаются заводскими краями. Это удобно для отделки. Следующий этап. Ниша для штор. Этот бортик имеет ступенчатую форму, поэтому удобнее сначала прикрутить гипсокартон, разметить его и вшить туда каркас. С левой стороны мы уже сделали разметку и прикрутили продолжение периметров. Для вертикального бортика, который мы собираем и для ниши. Итак, гипсокартон на месте. Можем сделать разметку сразу и для горизонтального потолка, который находится между коробами, и для короба, который находится со стороны кухни, и для ниши для штор, для ее торца и для верхней горизонтальной части. По линиям разметки закручиваем профиля периметра. Хотя я их называю по-разному, но по сути это один и тот же профиль. По-русски он называется PN, профиль направляющий, и в латинской аббревиатуре UD, что означает его принадлежность к потолочной комплектной системе. Как собирать вшитый каркас я уже показывал многократно, поэтому подробно останавливаться на этом не будем. То есть это такой же полноценный каркас, но с другой очередностью сборки. И верхний и нижний периметры соединены перемычками и скручены саморезами в одно целое. Собираем каркас для донышка в нише. Здесь перемычки стоят немножко чаще, чем обычно. Первая от стены слева стоит на 10 см. Следующие профиля шагом 30 см. Последняя, независимо от предыдущего расстояния, будет также находиться на 10 см от правого торца. Крепим нижний профиль вровень с периметром. Закручиваем гипсокартон и ставим поверху недостающие профиля. Это готовый каркас для донышка в нише. Снаружи тоже все выглядит надежно и красиво. Для обшивки будем использовать одну целую полоску, чтобы обойтись без стыков. Почему без стыков? Потому что длина ниши для штор у нас меньше, чем длина листа. И в таких случаях удобнее ставить одну целую полосу гипсокартона, чем заморачиваться с заделкой лишних швов. Итак, с нишей для штор мы закончили полностью. Следующий на очереди это бортик короба над кухней. Мы уже начали прикручивать сюда вертикальные полоски гипсокартона. И поэтому понятно, что здесь каркас будет тоже вшитый. Докручиваем гипс, делаем по нему разметку и вкручиваем изнутри вертикальные перемычки. Заодно отбиваем линию для периметра потолка, который находится между коробами. Кстати сказать, внутренние вертикальные перемычки можно не только вырезать из разного профиля УД или ЦД, но и комбинировать их между собой. Например, на стек листа можно поставить ЦДшку, а внутри листа перемычки из УДшек. Дальше все как обычно. По линии разметки закручиваем нижний направляющий профиль гипсокартона 25 саморезами и к перемычкам саморезами по металлу. Срезаем лишнее и у нас получается готовый бортик. Профиль для периметра внутреннего потолка тоже на месте. Продолжаем собирать каркасы для центрального потолка и коробов по краям. Из-за того, что плоскости потолков у нас разделены длинными нишами подсветильники, нам приходится собирать большое количество вертикальных бортиков. Каждый такой бортик у нас длиной больше, чем максимальная длина профиля, то есть больше 4 метров. И нижние профиля в каждом из них приходится сращивать. Самый хороший способ для этого, который позволяет профилям находиться в одной плоскости, это соединить их через согнутый лепесток, как нарисовано вот здесь. А это вид изнутри профиля. Все достаточно просто, а результат прекрасный. В общем, соединяем профиля, подвешиваем их на перемычки и устанавливаем горизонтальные CD-шки. Выравниваем каркас горизонтально под лазер, вертикально под пузырьковый уровень и получаем узкую боковину, готовую под обшивку гипсокартоном. По прикрученному гипсокартону отбиваем малярным шнуром линию на высоте 3 см от каркаса вверх. Это для будущего профиля периметра в донышке ниши. При сборке второй стороны центрального потолка есть небольшая тонкость. Угловой профиль надо выравнивать не по уровню, а так, чтобы он находился в одной плоскости с профилями периметра и уже готовым бортиком, который обшит гипсокартоном. Здесь мы видим собранный второй бортик и готовые каркасы для центральной части потолка и для длинной ниши в этом потолке. Профиля, которые составляют периметр ниши, закручены 25-ми саморезами не только к гипсокартону, но и к вертикальным перемычкам. Эта часть потолка у нас готова под обшивку гипсокартоном. Потолочные профиля у нас расположены с шагом 40 см, поэтому для обшивки мы используем листы метр двадцать с заводскими краями. Со стороны кухни бортик короба удерживается в вертикальном положении несколькими профилями, упертыми в стену. Итак, мы зашили центральную часть потолка насколько было возможно. Переходим к правой стороне. Здесь у нас уже перегородка собрана до конца. По гипсокартону перегородки мы отбиваем линию и прикручиваем недостающий профиль периметра. Затем собираем каркас для одной стороны ниши, которая в этой части потолка тоже присутствует. Последняя цд-шка это торец будущей ниши. В этом каркасе все вертикальные перемычки сделаны из уд-шек с лепестками. Перемычки расположены с шагом 30 см. Зашивать эту боковину на всю высоту мы не будем. Высота готовой ниши для светильников всего 3 см. Поэтому достаточно полоски высотой 12-15 см для того, чтобы сделать плоскость для примыкания профиля. С одним бортиком закончили. Собираем второй каркас. Здесь у нас тоже есть интересный элемент. Это продолжение ниши для шторы, которые с подсветкой. Схема монтажа обычная. Два вертикальных бортика. Между ними на каркасе донышко ниши. А здесь сборка продолжается. Уже вечер. Стемнело. Мы поставили для подсветки прожектор. Снизу. И так случайно получилось, что готовый под обшивку каркас в этой части потолка выглядит очень даже футуристично. Пока мы занимались всеми этими тонкостями и подгонками, ребята с отделкой нас догнали. На этой стороне пока все. Завтра мы переходим на сторону кухни. Потому что здесь уже переделали вентиляцию. В этой части потолка тоже есть ниша для светильников. Собирается точно так же, как и на правой стороне потолка. Да, вот кстати, почему мы остановились-то? У нас ниши подсвечиваются. Поэтому перед тем, как прикрутить полку для подсветки, надо эту нишу зашпаклевать и подготовить под покраску. А потом мы туда прикрутим собранную полку для подсветки. В описании будет ссылка, как сделать такую подсветку, у которой полка сверху закрыта гипсокартоном. В общем, сегодня ребята нишу дошпаклюют и мы эту часть потолка закончим полностью. Наконец-то, хоть что-то у нас готово. В общем, мы прикрутили полку для подсветки. Снизу обшили все гипсокартоном и на полку сбоку еще бортик. Переходим обратно на кухню. Здесь та же ситуация. Готовый каркас мы до конца обшивать не можем, потому что тоже есть ниша для штор с подсветкой. Ее надо сначала зашпаклевать, заделать все стыки, примыкания, после этого прикручивать полку для подсветки и все остальное снизу. Процесс прикручивания гипсокартона это не очень интересно, поэтому вот вам сразу готовый гипсокартонный потолок и начало отделки. На этом этапе запечатываются швы с бумажной лентой и смесью, шпаклюются шляпки саморезов и устанавливаются уголки. Уголки можно ставить внахлест на гипс, а можно и утапливать заподлицо с плоскостью гипсокартона. И то и другое технология позволяет делать. А вот так выглядит потолок из гипсокартона, готовый под покраску. Финишный слой шпаклевки здесь настолько тонкий, что гипсокартон просвечивает. Благодаря некоторым технологиям, разработанным компанией Unitech, нет необходимости наносить двухмиллиметровый слой шпаклевки на гипсокартон. А вы знаете, что это значит впоследствии? Это вышкуривание и, соответственно, целлюлит. Здесь же поверхность гипсокартона проходит со шпателем и смесью буквально на сдир. Смесь закрывает только микронеровности самого гипсокартона. Соответственно, слоя нет, шкурить ничего не надо. Поверхность идеально ровная. Правда, для использования этих технологий надо, чтобы сама гипсокартонная конструкция была ровной. Итак, наконец-то мы имеем возможность посмотреть на потолок в краске. Ниши для светильников и основная плоскость покрашены в разные цвета. И на стенах есть интересные оттенки. В целом, все смотрится ровно, ярко и позитивно. И это не только потолок, это вся квартира такая. Комнаты, естественно, в разных цветах, но общий стиль такой. Заходишь, открываешь рот и глазеешь по сторонам. На кухне часть мебели уже присутствует. А вот светильников не хватает. Те, которые висячие, их совсем нет. А встроенные подключены не все. Поэтому готовый интерьер посмотреть не получится. Но даже потому, что есть, можно сделать сравнение. Как оно было и как оно стало. А на этом наше видео про изготовление потолка из гипсокартона в несколько уровней с нишами и подсветками заканчивается. Тем, кто досмотрел сюжет до конца, спасибо за внимание. Отдельно за терпение. Всем удачи и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok